арома диагноз что это такое ты идешь и почувствовал аромат насколько важно обоняние поймать свои первые ощущения ну вот у меня с баней ассоциируется данную прямую закрываем глазки сколько стоит вот этот твой набор пахнет как раз таки новым годом можно ли повысить либидо с помощью арома мася такое бывает мой лес пахнет хвой тебя погладили пожалели друзья всем привет мы в моменте какой-то совершенно чудесный запах стоит сейчас в студии потому что в гостях у нас находится арома диагност анастасия новоселова насти привет привет анастасия новоселова арома практик и арома диагност владелица фитнес-студии президент федерации фитнес-аэробики кировской области тренер по растяжке и мобильности опыт работы больше тринадцати лет насти я знаю тебя долгое время как тренером а сейчас ты еще и арома диагноз что это такое и как ты пришла к этому вообще я уже три года как арома диагноз что такое арома диагностика было большое исследование ученого линды бак за которую она получила нобелевскую премию о том как ароматы влияют на человека влияют на мозг на здоровье на настроение или вообще в целом эфирные масла работают на все наши сферы то есть на психоэмоциональный фон они также работают с нашей физиологии также они работают с нашей энергией да если мы об этом говорим и в принципе охватывает всю нашу жизнь и в любой ситуации мы можем их применить скажи нас насколько важно влияние запахов на жизнь человека мы всегда росли в живой природе всегда то есть человек выходил в поле он чувствовал аромат цветов он выходил в лес он чувствовал аромат леса то есть там очень много эфирных масел летает в лесу и конечно мы чувствуем успокоение в лесу да то есть если представить сейчас картинку ты в лесу то какое вот какое чувство у тебя вызывает эта картинка мой лес пахнет хвоей шишками и где-то бегут белочки да и сразу такое состояние спокойствие в баню хочется еще сразу есть масла заикаренные да то есть эфирное масло либо аромат какой-то заикаренный ты идешь что значит заикарен ты идешь и почувствовал аромат и вспомнил данную ситуацию да и вспомнил что с тобой происходило в какой-то период времени в период жизни например ты гулял по лесу либо был у бабушки пахнет ее домом сейчас подготовила сейчас мы разговаривали про лес да и как раз аромат например сибирской пихты ты можешь закрыть глаза и поймать свои первые ощущения так возьми крышечку ну вот у меня с баней ассоциируется да напрямую сначала баня потом порошина там сусновый лес порошина твои ощущения свои но ощущение с точки зрения для меня хвоя пахнет чистотой и когда новогоднее настроение например да то есть сразу мы тоже вспоминаем запах хвои вспоминаем запах мандарина и таким образом мы можем влиять на наше настроение влиять на наше психоэмоциональное состояние на данный момент то чем ты занимаешься я правильно понимаю что это помогает как-то влиять на людей и улучшать их общее состояние здоровья и восприятия все правильно да эфирные масла помогают работать со здоровьем и помогают работать на с нашей психоэмоциональной сферы наверняка есть какие-то методики да нужно подышать нужно куда-то капнуть нужно купить больше трех запахов или в каком-то сочетании как есть определенные протоколы с которыми работают ароматерапевты которые прописаны и мы можем брать как раз таки из протоколов те масла которые нам необходимы под задачу обязательно должен быть ароматерапевт это тот человек которому вы обратитесь и он вам поможет подобрать масла для помощи вашему здоровью арома масла к их нужно применять можно ли их употреблять внутрь можно ли их употреблять в качестве туалетной воды или духов или все-таки это такая история для дома и как это используется есть три способа использования первый способ мы и мы вдыхаем эфирное масло можно вдыхать с ладони я всегда говорю что наш диффузор всегда с нами то есть не обязательно брать диффузор до который продается а можно просто брать на ладошки и использовать эфирное масло давайте долго ли держится этот запах достаточно долго да вообще эфирное масло работает в нашем теле до трех часов и потом спокойно выводится то есть если я хочу сперва нанести один запах а потом следующий лучше подождать все таки да ну тут зависит от того какой эффект и какого эффекта ты хочешь добиться то есть вообще если мы берем два эфирных масла это такая классная синергия если они сочетаемы между собой если они под определенный запрос то они наоборот будут друг друга усиливать и вполне возможно что перед тем как нанести ты сразу их смешаешь и сразу будешь использовать вместе попробуем что хотим сделать мы хотим попробовать метод использования подышать давай какого бы ты состояния сейчас хотела достигнуть расслабиться взбодриться состояние чтобы я понимала что до нового года я все успею сделать не в спешке а все размерен и все у меня получится немножко магии понимаю но твоим запросам отлично справятся ароматы цитруса поэтому давай попробуем давай я сначала хотела сказать мандарины да вообще все эфирное масло мы стараемся брать под запрос если эфирное масло нам не подходит не нравится по ощущениям по аромату то мы его не берем подыши сначала нравится да все согласовано согласовано сколько требуется буквально 2 капель 1 капля у нас две случайно капнулась вообще можно наносить даже на кончике зубочистки мы помещаем зубочистку это сильнейшее эфирное масло это сильнейший концентрат поэтому с ним нужно быть очень аккуратным перед использованием любого эфирного масла мы должны проверить реакцию на него то есть нанести на кожу и посмотреть если у нас какая-то реакция и тогда уже брать в использование может ли быть аллергия на эти эфирные масла на эфирные масла аллергии быть не может может быть реакция реакция кожная и такое бывает мы делаем домик закрываем глазки дышим пару минут ну что ж я хочу сказать что задачи мы справились также есть различные виды диффузоров то есть у меня вот такой вот маленький стаканчик я его беру с собой на арома диагностики беру с собой в машину такой очень удобный экспресс вариант и он работает как он работает он распыляет эфирные масла там у нас есть вода давай соберем такой новогодний аромат что у тебя ассоциируется с новым годом какой запах давай так один мой запах один твой давай давай мандарины мандарины давай две капли так могу ли я считаться сейчас арома до специалиста да конечно ты же используешься знать используешь значит ты арома практик то есть те кто использует эфирные масла это арома практик соответственно у меня сибирская пихта и соответственно чтобы стать арома практиком можно пройти простое обучение пока ты капаешь запах пихты расскажи пожалуйста сколько стоит вот этот твой набор ты пришла сегодня с огромной сумкой зрительно наши этого не видят только часть того что ты принесла с собой это же огромные первоначальные затраты до чтобы стать арома практика вообще чтобы стать арома практика можно начать с 10 базовых масел то есть есть такой мини набор базовых масел которые ты можешь приобрести для использования это так называемая эфирная аптечка и использовать для дома для семьи и помогать себе в жизни а потом еще аромат а потом уже под запрос выбирать те ароматы которые тебе необходимы можно сходить ко мне на арома диагностику мы пронюхаем все ароматы и в ты выберешь для себя конкретно те ароматы которые тебе необходимы в данный момент твоему состоянию на данный момент насколько важно обоняние для человека для всего его организма и что делать когда она пропадает как это влияет на человека вообще очень много кто столкнулся с этой проблемой в связи с коронавирусом и обоняние можно восстанавливать также использованием эфирных масел то есть мы можем тренировать свое обоняние брать несколько ароматов желательно те которые знакомы и по очереди пронюхивать ароматы как из как это использовать есть целая методика то есть даже были прецеденты когда человеку возвращалось обоняние да супер расскажи как использовать арома масла для дома как ты относишься к арома диффузором которые продаются в магазинах или ты все-таки вот за такой более натуральный подход вообще очень грамотно нужно выбирать диффузор потому что он должен быть из медицинского пластика всем известный факт что эфирные масла это такая сильнейшая концентрация которая расщепляет пластик и поэтому нужно очень аккуратно относиться к товарам которые продаются на нашем рынке и смотреть где хороший диффузор с хорошим пластиком и где не очень и которые будут наоборот вам вредить вашему здоровью а не поддерживать его и не помогать ему обращаешь ли ты внимание на ароматы в каких-то помещениях в заведениях общественного питания вот насколько это важно для тебя насколько у тебя вот цепляется нюх за такие мелочи детали да я всегда обращаю внимание на ароматы и мало того что обращаю я стараюсь их анализировать например аромат ванили можешь его попробовать и сразу такое ощущение что тебя погладили пожалели домашнего уюта и кому не хватает как раз таки вот этих ощущений проходя мимо булочной человек чувствует запах ванили и на подсознательном уровне он туда пойдет закрывать свою потребность арома маркетинг получается да расскажи вот ты много говоришь о полезности арома масел применяешь ли ты их в своей жизни 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 своих детей и в жизни своего мужа конечно я всегда использую эфирные масла они на постоянную присутствуют в моей жизни василиса у меня очень любит лаванду и у нее этот аромат заикарен на спокойствие то есть когда она укладывается спать я могу включить диффузор с ароматом лаванды либо просто капнуть на подушку и она будет вдыхать этот аромат что носит твой муж что носит мой муж у него сейчас он выводит папилломы и у него орегано пикантный вопрос можно ли повысить либидо с помощью арома масел конечно они отлично работают с нашим гормональным фоном поэтому есть такие хитрости и даже эфирное масло которое мы можем заикарить на определенное состояние да настя давай проведем короткий блиц опрос для тебя как для арома диагност и арома практика я заду тебя вопрос чем пахнет ты называешь свою ассоциацию и если такое арома масла да правильно говорить мы начали с нового года давай чем пахнет новый год пахнет новый год мандаринами пахнет новый год свежестью это немного мяты с ментолом да такой охлаждающий холодок и лесом сибирская пихта чем пахнет родительский дом чем пахнет ради уютом как раз ванилью пахнет чем-то таким близким знакомым мама у меня пользуется розой поэтому наверное еще розы ты как тренер чем пахнет спорт у меня в студии стоят эфирные масла для общественного использования так вот мята она снимает спазм мышц например если болит голова мы можем нанести мяту на виски сделать массаж шейно-воротниковой зоны и человеку станет легче если болят мышцы то есть тоже можно нанести мяту либо грушанку и вот у нас в студии перед тренировкой пахнет грушанкой и мятой чем пахнет здоровье чем пахнет здоровье возможно чесноком да кто-то ответит у меня пахнет лимоном ну и напоследок чем пахнет в нашей студии чем пахнет в студии пахнет как раз таки новым годом тело ароматом который мы не сделаем что работает диффузор нас спасибо тебе большое очень интересно и очень практично партнер проекта компания вайп-шоп елки украшения есть конечно а уникальные подарки для детей естественно в магазине трендовых товаров вайп-шоп подарки найдет каждый сегодня 21 декабря отмечается день зимнего солнцестояния это астрономическое явление приносит с собой самый короткий день и длинную ночь в году считается что настоящая астрономическая зима начинается именно 21 декабря однако это событие означает что с каждым днем ночи будут короче а значит это начало пути к весне и пробуждению природы от зимнего сна еще 21 декабря отмечают день рождения баскетбола в этот день в 1891 году состоялся первый в истории баскетбольный матч игру придумал американский учитель физкультуры он составил правило из 13 пунктов большинство из них действует и сейчас после первой игры новый вид спорта начал набирать обороты и все еще остается одной из популярнейших спортивных игр сегодня любители головоломок могут отпраздновать день рождения кроссворда загадку подобного рода впервые опубликовали в газете нью-йорк 21 декабря в 1913 году кстати сначала такой ребус называли ворд кросс в этот праздничный день рекомендуется уделить время полезному интеллектуальному досугу момент